Приветствую вас, ребята и девчата! Сегодня мы с вами поговорим сразу о двух картинах. Первая вышла, ну, не так давно, а вторая, вот, буквально ещё идёт в кинотеатрах. Ну и вообще, это, конечно, самый обсуждаемый сейчас фильм, так скажем, в нашей комиксной тусовке. Я к ней вообще не принадлежу, я вообще не люблю ни комиксы, ни фильмы по комиксам, но именно эти фильмы привлекли моё внимание, и в этом видео расскажу почему. Итак, фильм «Майор Гром. Трудное детство». Поговорим мы сегодня, как я думаю вы догадались, о фильме «Майор Гром», который расскажет нам историю о том, как Игорь Гром проживал своё детство в 90-х. Ну и ещё немножко затронем новый фильм «Майор Гром. Игра», так сказать, бонусом, но это будет в конце. Кстати, насчёт бонусного контента. У меня в телеграм-канале уже доступны обзоры шоу «Дом-2», прям настоящее фрик-шоу. Обзоры сериалов «Слепая», «Гадалка», топовых проектов от ТНТ последнего времени, там «Казачок», «Тенисундук» и всё такое. В общем, в моём телеграм-канале много бонусного контента, поэтому не пропускайте его. А ещё любую игру, даже из фильма «Майор Гром», мои друзья могут сделать немножко более адреналиновой. И, кстати, они подарят всем 2024 рубля просто за регистрацию. Все подробности, а также бонусный контент в моём телеграм-канале. Ссылка есть в закреплённом комментарии. Начинается всё в 90-е годы. В Петербурге. Бандитском Петербурге. Начинается, кстати, всё с конца. Мальчик, какой-то очень грустный, в котором узнаётся тот самый Игорь Гром, откуда-то возвращается. Далее мы слышим закадровый голос, монолог главного героя. А на экране видим разные видеоролики, фотографии и всё такое, что вызывает щепотку ностальгии. Новые идеи, новый бизнес, новые деньги, твоя музыка. Вообще, вот этот момент с погружением в атмосферу в 90-е, на мой взгляд, сделан очень стильно и круто. Но, судя по всему, для главного героя, для Игоря Грома, детство в 90-х было не таким беззаботным. Что же с ним случилось, нам и предстоит узнать в этом фильме. Папа вечно повторял, что детство, оно как праздник. Жаль, не в моём случае. Похоже, в этом виноват только я. Сам. Нас переносят на какую-то подпольную фабрику, где, видимо, приезжие из Средней Азии мигранты занимаются своими какими-то чёрными делами. Так скажем, засаливают огурчики. Хотя тогда же ещё солить огурчики было не модно, тогда в моде было кое-что другое. Булочки с маком. Но неважно, занимаются они, в общем, своими грязными бандитскими делами. И, судя по всему, поднимают на этом нехилые бабки. И тут внезапно происходит что-то очень загадочное и странное. Во всей серии фильмов, связанных с Громом, который делает Бабл Комикс, единственное, что меня всегда напрягает, ну, возможно, это только моё субъективное ощущение, это вот немножко, знаете, американских ноток в сценах и фильмах. Ну, я не знаю, для чего это сделано. То ли для того, чтобы как-то отделить комиксы от реальности. То ли для того, чтобы фильм хорошо смотрелся и на Западе. Ведь первый фильм там достаточно хорошо зашёл. Не знаю, для чего конкретно это сделано. Но когда смотришь лично в моих глазах, это немножко рушит атмосферу. Вот смотришь, вроде угадывается, что это наше кино. Но когда вот появляется это, назовём это, американщина, условно, естественно, немножко это для меня выглядит странно. Ну, а тем временем нас перебрасывают на 12 часов вперёд. И мы понимаем, что из всех злодеев выжил, похоже, только один. И его уже допрашивают два человека. Два офицера милиции. Майор, сотрудник главного управления полиции Санкт-Петербурга. И отец того самого Игоря Грома. Второй это напарник и товарищ Константина Грома по фамилии Прокопенко. Они вроде как разыгрывают сценку плохой и хороший полицейский. Вернее, милиционер. Но на самом деле нет. Оказывается, что они, похоже, два плохих полицейских. Хотя так тоже, наверное, сказать неправильно. Гром неплохой полицейский, он скорее обезбашенный. И готов делать всё законное и незаконное для того, чтобы добыть информацию. О главном злодеи, который тут присутствует, которого и будут искать весь фильм, это не просто злодей, это, похоже, божество. Анубис. На парне Грома, конечно, немножко в шоке от такого поведения и способов работы майора. Гром, ты долбанулся совсем? Какого хрена ты творишь? Нормальный пахнет. Ты всё раскивал? Отпитый нахрен! Нас переносят в главное управление полиции. И здесь есть небольшой вопрос. А почему полиция-то в 90-х? Ну ладно. Зато по тому, как выглядит улица, действительно узнаются 90-е. Классические вот эти рынки с палатками. Да, было время. За поступки Константина отчитывает Елена Хмурова, начальница полиции Санкт-Петербурга. Но она как бы формально его отчитывает, но в принципе она не против такой методики работы. Ты перегрелся. То у тебя 8-летний мальчишка сверстников сжёг. Этот малёк ещё задаст нам жару. То колдун в городе появился. Я уверен, что этот Анубис имеет отношение минимум к 6-ти разборкам. Включая перестрелку на улице Радищева, возле школы. Зато кто действительно против такого, так это Прокопенко, напарник и товарищ Константина Грома. Федь, плохой коп, а из тебя не кудешный. Ну чё ты думаешь? Минутку внимания. У тебя 30 секунд, чтобы извиниться по-человечески. Или ищи себе нового напарника. Время пошло. Ладно. Я придурок. Я очень извиняюсь за то, что направил на тебя пистолет. Мы, кстати, знакомимся и с ещё одним персонажем. С полицейским под прикрытием, который любит стрелять по-македонски. Зовут его Юрий Смирнов. Пока вот всё это раскручивалось, Константин забыл о своём сыне. А у него сегодня был важный день. Ты чё тут делаешь? У Игоряка, чё, Олимпиаду отменишься? Твою мать! Как вы понимаете, сюжет будет разбит, по сути, на две истории. В одной нам будут рассказывать об отце Грома, в другом про самого Грома. Про отца и сына. Конечно, история здесь довольно стандартная, как для кино. Ребёнка воспитывает отец. Отец постоянно занят на работе. Не может должное количество времени уделять своему сыну. Из-за чего сын страдает. Батя это, конечно, тоже понимает и решает выделить сыну, по сути, целый день. Целые выходные. Игорь, кстати, выиграл Олимпиаду, получил золотую медаль. И не просто золотую медаль выиграл, а ещё и поездку в Диснейленд. Два билета. И предлагает отцу туда смотаться на выходные. Единственное, что нужно оплатить, это перелёт. Перелёт, как вы понимаете, совсем не дешёвый. За первое место Олимпиады приз. Билет в Диснейленд. Надо только перелёт уплатить. Да? И сколько? 500. Долларов. Денег в семье, как вы понимаете, не очень много. Как и у всех тогда в 90-х. Ну ладно, не у всех была определённая прослойка у людей, у которых было очень много денег. Но стандартная семья просто вынуть 500 долларов из кармана, чтобы слетать в Диснейленд, конечно же, не могла. Они вот, например, на стиралку копят. Мы на эту стиралку уже год копим. Даже половину ещё не собрали. Игорь предлагает интересную схему. Предлагает зарубиться в шахматы. Па, давай пари. Доиграем партию. Если я тебе ставлю мат, то накопленные тратим на билеты. Ушлый ты. Это тебя дядя Федя научил, да? Ну, допустим. Если выиграю я. И мол, если победит он, то они тратят накопленные деньги на Диснейленд. А вот если победит отец, то... То тогда я весь год буду мыть посуду. В этой партии побеждает Константин Гром. Шах, Игорь Константинович. Сейчас ты можешь меня победить ровно в три хода. Думай. Думать надо. Пока не найдешь единственное верное решение. И еще, хоть он и хотел этот день полностью посвятить сыну, от офицера под прикрытием приходит информация. Он знает, где этим вечером будет Анубис. Знаю, где сегодня будет Анубис. А сам Игорь решает украсть у отца патрон. Адрес гробницы или конуры, где он там обещал. Потому что он решил самостоятельно заработать на поездку в Диснейленд. Вернее, на билеты. О, красава. Куча школьников скидываются для того, чтобы посмотреть, ну такой, своеобразный фейерверк. Дамы и господа. Только для вас супер смертельный номер. Как вы понимаете, такое развлечение ничем хорошим закончиться не могло. В этот раз, к счастью, никто не погиб. Зато появился Борецкий, который в этом фильме играет такого, знаете, братка из 90-х. Кто это сделал? Порву! И это, наверное, действительно образ, в котором что ни на есть органичен. Короче, ребята и тронтюлей получили, и денег толком не заработали. Это все, что у нас есть. Возьмите, только не убивайте. Но у них есть, можно сказать, и второй шанс. Кстати, обратите внимание на вот эту проходку, когда герои идут и о чем-то разговаривают. Вернее, не на самих героев, а на то, что происходит за ними, вокруг них. Это что курить-то начал? Это же тип не круто. Выросишь, поймешь. Вообще, стоит сказать, что в этом фильме визуал, конечно, просто на высочайшем уровне. Я небольшой любитель комиксов, как я уже говорил, вернее, вообще не любитель. Но я так понимаю, что люди читают комиксы не только для того, чтобы узнать историю, но еще и насладиться визуалом. Поразглядывать там какие-то картинки и так далее. Так вот, в этом фильме ценность действительно представляет не только сюжет, но еще и визуальные составляющие. Иногда мне было, ну это, наверное, скорее как минус, наблюдать просто за картинкой, что происходит на экране. Ну а сюжет тут такой. Есть некий журналист, который предлагает ребяткам денюжки, чтобы они там в одно местечко пробрались и на камеру записали бандитов, которые там собираются. Журналист Алексей Прищеров, надо снять кое-кого на вечеринке очень богатых людей. Но эти люди не хотели бы попасть в объектив камеры. Это как раз то место, куда собирается и Константин Гром, то бишь отец этого мальчика. Не надо нам туда. Спецов надо вызывать. Я не понял, а? Где азарт? Это место, где собираются все криминальные авторитеты города. Здесь будет и тот самый Анубис, который по сути всех крышует, можно так выразиться, наверное. И вот задача у Константина Грома выяснить, кто же скрывается под маской Анубиса. А задача у Игоря Грома просто заснять все это действие и заработать денег на Диснейленд. Внешне, конечно же, все это походит на банальную секту. Одновременно секту и сходку каких-то масонов. И при этом с очень дорогими косплеерами. К слову, вот этот персонаж мне одному напоминает Ксеркса из фильма «300 спартанцев» или нет? Ты, видимо, Ксеркс. Довольно, Леонид. Да и вообще, я не знаю почему, но мне чем-то этот сюжет напоминает игру «Макс Пейн». Не знаю, при чем здесь это вообще. Гром, конечно, несмотря на то, что его все будут отговаривать, попытается его задержать, выяснить, кто это. И начнется перестрелка. Так вот, вот эта перестрелка мне почему-то напоминает вот эту миссию, которую вы сейчас видите на экране, из игры «Макс Пейн». Я не знаю, почему у меня именно такие ассоциации. Ну да, перестрелка начинается. И здесь такой мы видим прям забористый экшен, в хорошем смысле этого слова. Еще раз повторю, что вообще вся визуальная составляющая этого фильма на высоте. Как, к слову, и разные экшн-сцены. Они не только сняты хорошо, но они еще и поставлены хорошо. В замес попадают и молодые ребята, и Константин Гром. А в итоге выясняется, что заведует всем этим начальница полиции Санкт-Петербурга, Елена Хмурова. При этом она не просто теневой криминальный авторитет, скрывающийся под маской бога египетского. Делает она все это якобы не просто так, и не только ради денег, которые накопила уже просто целую тонну. У нее есть другая мотивация. Шоу получилось от меня. Врага не победить по методичке. Мы им пяточки подпалим, а не нам свинец в затылок. Не можешь победить, возглавь. Я их всех под контролем держу. Но тут в разговор неожиданно вмешивается Юрий Смирнов. Который как раз таки и предлагает Грому, по сути, ну не попилить эти деньги, а отщепнуть чуть-чуть себе, и чуть-чуть пусть отщепнет себе Гром. Мы заслужили эти деньги. Каждый день рискуя своей шкурой. Константин, несмотря на то, что остро нуждается в деньгах, ему нужно хотя бы 500 долларов для того, чтобы обрадовать сына, отказывается и говорит, что и тебе не позволю брать эти деньги. Тогда ты арестовывай. Тогда стреляй. Из-за чего у них завязывается драка, а потом и перестрелка. Именно в этой перестрелке и погибает отец Игоря Грома. Погибает, кстати, из-за самого Игоря. Потому что тот украл у него один патрон, и именно этого патрона и не хватило отцу. Далее мы видим не новаторское, но очень круто выглядящее визуальное решение. В котором нас погружают во всю, по сути, судьбу Грома, как она дальше у него сложилась. Именно благодаря этому фильму мы понимаем, почему Игорь Гром такой, какой он есть в фильмах. На самом деле, к этому фильму у меня гораздо больше вопросов. Но просто как от рядового зрителя, не от человека, который посвящен в комиксную культуру, так скажем. Он мне показался каким-то, ну, слишком простым, что ли. И предыстория героя тоже мне показалась какой-то слишком простой, банальной. То есть не то, чтобы это прям плохое кино, но смотреть мне его было не то, чтобы прям интересно. Хотя я все равно считаю, что этот фильм неплохой, как и первый Майор Гром. Но вот, даже возможно прямо сейчас, еще идет в кинотеатре совсем свежий фильм от Bubble Comics «Майор Гром. Игра». Я на самом деле долго оттягивал поход в кинотеатр, хотя хотел туда сходить, просто чтобы занести ребятам, так скажем, деньги через кассу. Просто хотелось их поддержать рублем, потому что я видел их первый фильм. Мне он тоже не особо понравился, но видно было, что они старались. А не понравился он мне просто потому, что, опять же, я далек от комиксной культуры всей этой. И на второй фильм, когда я шел, у меня не было какого-то большого ожидания от этой картины. Я думал, ну блин, оно еще идет 3 часа, думаю, блин, сейчас 3 часа, будет все-таки тяжеловато мне это смотреть. Во-первых, потому что это лично мне показалось вообще не похожим на комиксное кино в моем понимании. Это был прям настоящий забористый экшен для взрослой аудитории. Потому что мне все-таки кажется, что комиксы, ну я это так воспринимаю, знаете, какие-то супергерои, там какой-то Человек-паук, там, не знаю, еще какой-нибудь Бэтмен. Для меня все равно это кажется немножко по-детски, ну не могу я воспринимать такое кино. Я вот смотрю фильмы, вижу, что в нем присутствует человек какой-то там муравей с какими-то, блин, суперспособностями. Ну не знаю, меня это не цепляет, мне кажется, это как-то по-детски, вот лично на мой взгляд. И я не могу верить тому, что происходит в фильмах. Это, кстати, касается и практически всех фильмов Марвел, поэтому я их не люблю. Я их не могу воспринимать. Но это снова же мое личное такое восприятие. Хотя при этом я могу смотреть, например, какие-то фильмы, в которых есть дьяволы всякие, там, призраки, я люблю фильмы ужасов. Там как-то вот у меня диссонанс не срабатывает. Но вот фильм «Майор Гром и гора», когда я начал смотреть, я думал, вот будет примерно то же самое. Но на самом деле это боевик для взрослых. Причем боевик в хорошем смысле. Но начать, наверное, стоит все-таки, конечно, с визуала. Просто визуальный ряд в этом фильме, он, наверное, может посоперничать даже с самыми дорогими голливудскими фильмами. Хотя явно он стоил не так дорого. Потому что фильмы Марвел стоят, знаете, как ВВП нескольких стран вместе взятых. А этот фильм гораздо дешевле, но смотрится, ну, на уровень выше, серьезно. Картинка прям захватывает внимание, и тебе интересно смотреть не только за сюжетом, но и просто за визуалом. Единственное, что меня, конечно, все это время напрягало, это то, что как будто бы немножко ребята подражают американским фильмам. В том плане, ну вот там начальная сцена, я просто не хочу сильно спойлерить про этот фильм. Там начальная сцена, она происходит в тюрьме. И эта тюрьма, ну, прям вообще не наша. Хотя как будто бы происходит все это в нашей стране. Это прям классическая американская тюрьма и классические американские заключенные. Хотя, наверное, я все-таки неправильно выразился. Не классическая американская тюрьма, а такая поп-культурная американская тюрьма. Здесь, наверное, вопрос в том, что сложно всякую такую поп-культуру натянуть на наши тюрьмы. Потому что выглядеть это будет странно, наверное. Но тем не менее, и вот таких вот, как будто бы заимствованных из другой культуры элементов в фильме очень много. Хотелось бы немножко, знаете, нашего духа. Сам же сюжет я постараюсь обходить спойлеры, но что-то все-таки раскрою. Финал не буду раскрывать. Он мне, кстати, и не понравился совсем. Но при этом сюжет, он простенький, как у какого-нибудь крепкого орешка, например. То есть вот я бы скорее сравнивал этот фильм даже не с фильмами Marvel или там DC, а именно с какими-нибудь хорошими боевиками. Там про Агента 007 или про Джона Маклейна. Вот этот фильм ближе сюда, только в очень красивой обертке. После выхода первого фильма прошло какое-то время внутри сюжета. Майор Гром стал знаменитостью. Все его любят, обсуждают. И тут появляется, конечно же, какой-то злодей где-то на заднем плане и начинает творить разные истории. Почему фильм называется «Майор Гром. Игра»? Потому что злодей будет играть в игру с Майором Громом в несколько игр. Не совсем как конструктор, конечно, хотя это было бы интересно. Игры здесь скорее детские. И что интересно, вот сейчас будет небольшой спойлер, это то, что Майор Гром по факту ни одной игры так и не выиграл. То есть он не разгадал загадку. Вообще у меня от просмотра этого фильма ощущение такое. Как будто это изначально должен был быть огромный сериал. Там серии на 12, например, по часу. Но потом будто бы ребята все передумали и сделали трехчасовой фильм. Если вы знаете такого блогера на YouTube, есть Мистер Бист. Самый популярный блогер на YouTube. Так вот у него в 10-минутном ролике может быть умещён сезон какого-то одного грандиозного шоу. То есть там прям такая динамичная нарезка, выжимка самого интересного. И вот получается 10-минутный ролик. В фильме «Майор Гром» первые два часа, это как будто бы тоже вот был какой-то неплохой сериал. Из него выжили всё самое интересное и запихнули в кино, сделав двухчасовой фильм. И ты прям смотришь, и тебя не отпускает, потому что события меняются. Причём события какие-то немножко такие трогательные там есть. Опять же, не хочу спойлерить. Есть просто забористый экшон, в хорошем смысле этого слова. Есть и какие-то социальные вопросы, которые фильм пытается поднимать и говорить об этом со зрителями. И всё это на протяжении двух часов, прям крепкой динамики, смотришь, прям оторваться невозможно. Я сейчас говорю, это в первую очередь для тех людей, которые не пошли на этот фильм в кино, потому что думали, что там будет какая-то история типа Человека-паука. Нет, это хороший боевик, с хорошим сюжетом, как для боевика, очень харизматичными и интересными персонажами, и интересными событиями внутри. Вот только финал лично меня, конечно, разочаровал. Тут смотришь, как будто бы, опять же, ощущение от просмотра хорошего сериала. Как будто вот 8 серий ты посмотрел и ждёшь прям конец, а конец тебе разочаровал. Но разочаровал не потому, что как-то неинтересно всё развязано или ещё что-то, а просто там как будто какой-то винегрет в конце. Выжимка вообще всех идей, которые были в Bubble Comics, такое ощущение. Параллельно происходит сразу несколько событий, причём ключевых событий, ключевые арки закрываются, кто-то дерётся там, кто-то дерётся там, сражения, какие-то костюмы, дроны, всё перемешано. Поэтому мне вот именно финал не понравился. Но первые два часа, на лично мой взгляд, это даже лучше, чем фильм «Майор Гром» «Трудное детство» или чем первый «Майор Гром». Скорее всего, фанаты комиксов со мной не согласятся и скажут, что первый фильм лучше там, или ещё что-то лучше. Но мнение человека, который далёк от этой культуры, обязательно сходите, если ещё успеваете, на фильм «Майор Гром. Игра в кино». Неважно, любите вы комиксы или не любите, фильм вам должен понравиться. Если хотите именно отдохнуть, придя в кино. Ну или если вы в кино уже не успеваете, посмотрите это на стриминге. И ещё немаловажная деталь об этом фильме. Когда его смотришь, ну не знаю, кто уже посмотрел, может вы согласитесь со мной, или это лично моё такое субъективное ощущение, складывается впечатление, что этот фильм делали люди, которые очень любят свою работу. Знаете, есть фильмы, вот, например, другой фильм, как бы по комиксам, вернее, наша попытка сделать комиксы, это фильм Сарика Андреасяна «Защитники». Ты вот смотришь фильм «Защитники», и тебе кажется, что люди делают этот фильм просто потому, что сейчас это на слуху, сейчас модно сделать такой фильм, можно собрать большую кассу, то есть смотришь прям продюсерский проект. Когда смотришь «Майор Гром», это, кстати, касается любого фильма вообще, из всей франшизы, смотришь этот фильм и видишь, что люди реально любят то, чем они занимаются. Иногда, конечно, можно словить немножко испанского стыда, когда они вставляют какие-то мемы, очень странные, но тем не менее, я могу сказать, что в целом, вся франшиза «Майора Грома» мне нравится, а лучшим я считаю пока что на данный момент, это фильм о «Майор Громе» игра. И еще раз порекомендую вам его к просмотру. Фильм «Майор Гром. Трудное детство» мне тоже понравился, особенно тоже визуально. Ну и сюжет здесь, ну такой, я бы не сказал, что прям суперинтересный, ну где-то на 7 из 10. Кстати, я был бы благодарен людям, которые не просто смотрят кино, а еще и читают комиксы, чтобы вы отписались в комментариях по поводу этого фильма. Насколько он вам понравился или нет, мне было бы интересно почитать именно мнение фанатов. Ну и конечно же ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, если еще этого не сделали.